Я думаю, вы помните одну из первых историй в Священном Писании, истории о Каине и Авеле, когда оба принесли свои дары Господу, и Бог на Авеля и на дар его призрел, а на Каина и на дар его не призрел. И вот чаще всего христиане задаются таким вопросом, почему Бог на одного призрел, а на второго не призрел? Какая была причина? И тут уже начинаются разные толкования. Один говорит, что этот принес правильную жертву, овец, а этот неправильную, овощи, а Богу нужны животные, овощи он не ест. Второй говорит, да нет, просто этот принес лучше, а это как бы не лучшее принес, вот в этом разница. Третий говорит, нет, тут дело все в мотивах, у одного были правильные мотивы, у второго неправильные мотивы. У меня тоже есть своя точка зрения на эту тему, у нас даже цикл проповедей вышел в свое время, Каин и Авель. Но вы знаете, если мы будем честными, мы должны с вами признать, священное писание не показывает нам четко и ясно, как быть, если ко мне жизнь неблагосклонна. Вы когда-нибудь задавались такими вопросами? Вот когда вот на кого-то, вот даже понять нельзя, почему? Сразу вспоминается знаменитый фильм «Бриллиантовая рука», помните там герой Юрия Никулина, когда там увидел лежащего человека, закричал «На его месте должен был быть я!» И вот этот вот крик часто, когда ты смотришь, думаешь «Господи, на его месте должен быть я!» Это я должен в этой машине ехать, уж точно не он! Это я должен в таких домах жить, уж точно не он! Это я должен быть таким известным человеком, популярным, ведь я такой классный, я такой харизматичный, но меня никто не знает! На его месте должен быть я! И вот это вот желание, чтобы я был, не кто-то, не кто-то, я! Я помню, однажды присутствовал в группе пасторов, которые обсуждали одного проповедника, у которого колоссальное было служение, огромное служение, много людей, а потом об этом проповеднике вскрылись постыдные факты разные. Оказалось, что он вообще, ну, своеобразный, мягко говоря, человек. И вот пасторы обсуждают и говорят, ну что такое? Ну, по идее, вот мы такие хорошие, мы такие правильные, у нас такая благословенная жизнь. Мы должны иметь такое служение, а не этот тип. Вот, знаете, то же самое. Почему он такой ужасный, такой неправильный, имеет такое большое служение, такую большую популярность, я такой хороший, такой верный, Господи, на кого ты смотришь? Не на того смотришь! И вот этот вот извечный вопрос Каина, я должен быть на его месте, я, на меня нужно смотреть. Неверующие думают, судьба неблагосклонна. Мы с вами думаем, верующие, что Бог не тех все время благословляет, но вопрос-то, в принципе, один и тот же. Один и тот же. Женский вариант истории о Каине и Авеле представлен в знаменитой сказке Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о царе Салтане». Помните, как начинается? «Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Кабы я была царица, говорит одна девица, то на весь крещеный мир закатила бы я пир. Кабы я была царица, говорит ее сестрица, Я б на весь бы мир одна наткала бы полотна. Кабы я была царица, говорит, третья, говорит, сестрица, Я б для батюшки царя родила богатыря. Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела, И в светлицу входит царь стороны той государь. Во все время разговора он стоял позадь забора. Речь последней по всему полюбилась ему. И вот начинается история, когда три одинаковые сестрицы, ну все три хотят что-то хорошее сделать. Там, конечно, родить ребенка здорово, но пир закатить, накормить весь мир, что-то плохо, что ли? Или всех одеть обуть, наткать им полотна, что плохо, что ли? Ну почему-то вот полюбилась третья, не первая, не вторая. И поэтому одну он назначил, помните, поварихой, а вторую ткачихой. А третья стала царица. И у первых двух таких кайнянок возник сразу вопрос. На ее месте должна быть я. Я, а не она. И всю сказку эти две старшие сестрицы пытаются отомстить своей младшей сестренке, слишком уж удачливой, и ей, и ее отпрыску. Всем. Вот такая сказка. И очень жизненная же история. Потому что, казалось бы, вот все бегут, один выигрывает, а другой тренировался не меньше, занимался не меньше. Но на пьедестале не он стоит. Стоит другой. Возникает вопрос, почему? Почему вот такие вещи происходят? Или даже кто-то бежит лучше всех, самый первый, спотыкается, падает, и другие обгоняют его и приходят к финишу. А он приходит к последним. Хотя вроде бы вот уже победа была. И возникает опять вопрос. Я должен быть там. Я. И вот внутри зарождаются вот эти страшные чувства. Нас обошли. Несправедливо обошли. Почему судьба так несправедлива? Почему вообще в жизни столько несправедливости? Я же мог столько достичь. Вот эта вот проблема людей, как говорится, кризис мужчин среднего возраста. Когда он наступает? Там говорят разные возрастные отрезки всевозможные. Но суть-то одна. Наступает вдруг момент в жизни мужчины, когда он вдруг осознает, что не реализован даже наполовину. Я бы столько мог еще сделать, совершить. Но ощущение, что все уже, поезд ушел. И ты уже пытаешься наверстать и понимаешь, нет, никогда уже не наверщу. Как знаменитые песни нашего ученого, поэта, писателя Юрия Лозы, да? Мне уже многое поздно, многим, увы, мне не стать. И к удивительным звездам мне никогда не слетать. Почему какие-то Гагарины, почему не я? Ну, конечно, Юрий Лозов Гагарин, они верят, он в лоскую землю верит. Но если бы он верил, почему Гагарин? Почему не я? Почему такое происходит в жизни? И мужчин нападает депрессия часто. Вот это состояние, что уже все, ничего не хочется. Жизнь ушла напрасно. Столько было надежд. Когда я маленьким мальчиком приходил к взрослым и читал стишок. Браво! Наша Таня громко плачет. И говорит, талант растет. Довали мне конфетку. Великое будущее прочили все соседи нашего подъезда. А я вырос. Никто конфетки не дает. Судьба как-то обошла меня стороной. А тех, кто, возможно, на них и внимания-то не обращали в нашем дворе. Ишь ты! Чего они умудрились достичь? И как это возможно? И куда ты, Господь, смотришь? И тут знаменитый у того же самого Пушкина, да, возглас Сальери, когда он смотрел на Моцарта и думал, как этот вертихвост, как этот поверхностный человечек столько достиг. А я, трудяга, на музыкальном фронте не могу такое написать. И он кричит к Господу. Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Типа, что ж ты, Господи, не тому дал. Вот он всегда был. А ты опять промахнулся. Ангел опять с письмом не к тому адресату пришел. Почему такое происходит? Это, конечно же, вопрос. Многих тревожит. Это и есть один из главных вопросов. Почему история, какая они явили, одна из первых историй, да? Мы же даже в церкви слышим вот эти все истории. Надо возрастать. По лестнице вверх идти. И мы любим такие от славы в славу, от славы в славу. И ты думаешь, все, вот я сейчас просто пойду от славы в славу. Вот мы так хотим подниматься, подниматься. А в жизни-то часто не так происходит. Как в старой еврейской песне. Шаг вперед и два назад. Только вроде из славы в славу. А кто-то уже убежал. Как же быть? И вы знаете, я думаю, что Священное Писание нам на эту тему показывает несколько важных вещей. И я хотел бы с вами поделиться вот четырьмя важнейшими вещами. Как быть, если ты оказался не на своем месте? Как быть, если на твоем месте кто-то другой? Самое первое, о чем говорит нам Слово Божье. Видимость – это очень призрачная, иллюзорная вещь. Потому что мы очень многое не знаем. Мы смотрим только на красивый фасад. И мы кажутся, о, какие богатые, какие успешные. Но, как говорится, богатые тоже плачут. Для меня это было большим откровением, когда мы переехали, и вокруг нас там жили такие состоятельные люди. И с такими огромными домами, и внешне просто, ну, жизнь удалась у этих людей. Какие у них машины, какие у них там коттеджи. А потом, когда мы стали знакомиться с людьми, мы вдруг увидели, что за этим красивым фасадом столько горя, столько боли, столько одиночества, столько холода в этих, казалось бы, внешне успешных семьях. Что я не хотел бы поменяться, отдать, что у меня есть на их внешний видимый успех. И вот это очень совпадает с тем, что переживал в свое время Ассав. Давайте откроем 72-й псалом и прочитаем вот эти горькие переживания Ассава. Третий стих. Как же так? Ну вот почему, Бог, ты не тех благословляешь, не тем даешь успех, не тем даешь благополучие, каким-то гадким этим людям, вот не тема. А вот мы тут, праведные люди, страдаем. Мы такого не имеем. И все это было до момента, пока Ассав не посмотрел за фасад этого успеха. Точнее, Бог ему показал, что там скрывается за этим. И вот в 16-м стихе. И думал я, как бы уразуметь это. Часто мы просто думаем об этом, переживаем. Но трудно было в глазах моих. Да коли не вошел я во святилище Божье и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. То есть, оказывается, да, Ассав, ты наблюдал за внешним успехом, но ты не видел те переживания, ту боль, которая скрывается за этим. Мы видим лишь фантик. Мы видим лишь этикетку. О, какие чемпионы, о, победители. А как эти чемпионы переживают, спать не могут. Потому что, да, они победители, но вон подрастают новые чемпионы уже, а эти-то стареют. И недолго находиться им на вершине Олимпа. И больно, и слезно. И думаешь, сколько я старался, но наступает момент. И как поет Борис Борисович Гребенщиков, где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли. Вот поднимается та молодая шпана. Старая уходит. Или красавицы, которые могут быть очень прекрасны, на зависть всем, как они переживают. Потому что, как бы ни было красиво, на часики это тикут, а тут вот молодые красотки еще появляются, к сожалению. И уже те, кто смотрели на них, начинают смотреть на других. А как же я? Боль, страдания, переживания. Или богатые люди. Кажется, ой, богатые люди. Да сколько я общался с богатыми людьми. Там чем больше богатств, тем больше страхов, тем больше боязней. Почему они часто там кто-то на наркотиках, кто-то на алкоголе, чтобы унять этот страх? Потому что боишься в один момент. Все потеряешь. Все уйдет. Как написано в Виблии. Богатство сделало себе крылья и улетело. Как же я так без богатства? Я же так привык к этому. Надо еще что-то больше делать. Мы смотрим, завидуем. Увидел бы ты, что скрывается за этим фасадом, да не позавидовал бы ты этому всему. Не позавидовал. Сколько богатей переживают тому, что раздорятся. Поэтому, дорогие, настоящий успех, настоящее благословение – это не то, что видно на поверхности. Видимость, как я сказал, призрачна. Потому что настоящие истинные ценности, они не внешне. Так, воняю. Так, что утром.